Добрый день, уважаемые коллеги! Разрешите представить клинический случай диагностика исхода инфекционного миокардита. Пациентка 49 лет поступила в стационар с жалобами. Общую слабость, быструю утомляемость, одышку при физических нагрузках и в покое. Последние дни одышка в горизонтальном положении. Перебои в работе сердца около трех месяцев. Увеличение живота в объеме последние две недели. Массивные отеки на ногах. Из анамнеза известно, что в августе 2014 года перенесла ангину. Не лечилась. В сентябре острая респираторная вирусная инфекция с температурой 38. Проводилось лечение амоксиклавом. После этого сохранялась слабость, недомогание. Снижалось артериальное давление до 90 на 60 миллиметров тутного столба. Появились перебои в работе сердца, отеки на ногах. В ноябре обратилась в поликлинику. Но рекомендованное обследование не прошло из-за крайне плохого самочувствия. В январе 2015 года одышка стала отмечаться уже в покое, лежа. Увеличение живота в объеме. Госпитализирована в экстренном порядке в городскую клиническую больницу. Состояние при поступлении тяжелое, артопное, кожные покровы бледные, отеки на конечностях поясничной области. Одышка. Перкультурное укорочение легочного звука слева ниже угла лопатки. Дыхание ослабленное в нижних отделах с обеих сторон. Перкультурное увеличение размеров сердца влево, вправо. Аускультативно тонны неритмичные, приглушенные. Артериальное давление 110 на 70. Увеличение живота в размерах, перкультурно тупой звук, асцит. При обследовании в общих анализах крови патологии и изменений не выявлено. Натриуретический пептид значительно повышен более 3000 пикограмм на миллилитр. Показатели липидограммы в норме. Кроме этого повышенный билирубин и трансаминазы. В бактериологических посев крови микрофлора не обнаружено. По ЭКГ вольтаж низкий, фибрилляция предсердий, признаки неполной блокады правой ножки пучка гиса, признаки нарушения процессов реполяризации в передней боковой стенке левого желудочка. Необходимо отметить, что ЭКГ имеет низкую чувствительность 47% в диагностике миокардитов. Специфических признаков нет. По эхокардиографии выявлена дилетация предсердий, выраженная метральная и трикоспидальная недостаточность, гидроперикард, легочная гипертензия. У 25% могут быть выявлены внутри предсердные тромбы. У нашей пациенты внутри полостных тромбов не было выявлено. По УЗИ плевральной полости. Двухсторонний гидроторакс, аксцит, рентгенография грудной клетки. Сердечная тень расширена в обе стороны. Двухсторонний гидроторакс, признаки гидроперикарда. Инфильтративных изменений в легких не выявлено. Диагностическими критериями у нашей пациентки явились связь с перенесенной вирусной инфекцией. Нарастание сердечной недостаточности за короткий период. Высокие показатели натриуретического пептида. По эхокардиографии. Дилатация предсердий с формированием регургитации на метральный и трикоспитальный клапан. Развитие гидроторакса, гидроперикарда, асцита. Нарушение ритма фибрилляции предсердий клинический и ПОКГ. Доказательством миокардиальной некрозы могли бы быть повышение креатинфосфокиназы и повышение концентрации тропонина ИИТ. Однако у наших пациентов данные исследования не были проведены. Чувствительность тропонина достигает 34%, специфичность 89%. Положительная диагностическая значимость 82%. Отрицательные показатели повышения тропонина не исключают миокардит. Но высокий его уровень имеет негативное прогностическое значение. Натрий уретический пепкет, его динамическое изменение позволяет высказать об эффективности лечения и прогнозе у пациента. К сожалению, у нас было только одно исследование данного показателя. В настоящее время есть и другие маркеры повреждения матрицы миокарда. Это галактин-3, фактор дифференциации роста, пентроксин-3. Повышение титра аутотелл класса иммуноглобулин G свидетельствует об аутоиммунном характере процесса. Однако отсутствие повышения титра не исключает развитие миокардита и наличие миокардита у пациентов. Сирологические маркеры вирусной инфекции также не являются основанием для диагностики о наличии вирусного миокардита. У здоровых людей с циркуляцией иммуноглобулинов G-антител кардиотропным вирусом встречается довольно-таки часто и не сопровождается клиническими признаками вирусного миокардита. Не рекомендовано проведение вирусологических исследований с целью верификации вирусного миокардита. Исключение только составляют пациенты с подозрением на миокардит у пациентов с гепатитом С, рикетциозом, болезнью Лайма, вирусом иммунодефицита человека. Эндомикардиальная биопсия является золотым стандартом диагностики миокардита. Так называемые долазские морфологические критерии, где исследуется инфильтрация, миоцитолиз, отек, наличие инфильтрации лимфоцитами и моноцитами, в настоящее время дополняется обязательными молекулярными анализами ДНК или РНК вируса. Кроме этого определяется количественная вирусная нагрузка и темпы репликации вируса. Абсолютными показаниями для проведения данного метода исследования является гемодинамически нестабильный пациент из клиника сердечно-недостаточности менее двух недель и дилетированным левым желудочком. Пациент из клиника впервые возникший с сердечной недостаточностью и дилетированным левым желудочком, рецидивирующими желудочками, аритмиями, АВ-блокадой второй-третьей степени и отсутствием ответа на проводимую терапию в течение одного-двух недель. Надо сказать, что у наших данных показаний к проведению эндомиокардиальной биопсии не было. Данный метод исследования необходим у пациентов крайне тяжелого течения для выявления таких жизнеопасных миокардитов, как гигантоклеточный или эзинофильный миокардит, которые переходят либо в дилетационную картию миопатии, либо заканчиваются летальным исходом. Резкие развития осложнений при проведении эндомиокардиальной биопсии в настоящее время являются незначительными. Так, перфорация тампонады сердца менее 0,1%. И эндомиокардиальная биопсия показана в тех случаях, когда могут эти результаты повлиять на лечение пациента. То есть я приводила пример гигантоклеточный или аутоиммунные. Этиология миокардитов могут быть рассмотрены принципы лечения, либо глюкокортикоиды и иммуносупрессивная терапия должна быть подключена. Магнито-резонансное томографическое исследование в настоящее время наиболее высокоинформативный и неинвазивный метод диагностики, который позволяет провести дифференциальную диагностику с пороками заболевания аорты, кардиомиопатиями ишемического генеза, атеросклеротического генеза. Чувствительность метода составляет 59%, специфичность 91%. Выявляется воспаление сердечной мышцы этим методом диагностики. Говоря о принципах классификации, стоит вспомнить, что есть классификация по этиологическому фактору, когда делятся на инфекционные и неинфекционные причины. Надо сказать, что неинфекционных причин заболевания у нашей пациентки анамнистически не было выявлено. Клинические сценарии дебюта миокардитов протекают либо под маской УКС, либо под маской сердечной, острой или хронической недостаточности, или нарушений сердечного ритма и проводимости. Существует и несколько других классификаций клиника морфологической Либермана, Полеева. Оно в настоящее время, они редко применяются. В 2016 году предложена простая, удобная классификация, основанная на оценке исходного состояния пациента. Это классификация клиники МОИО. Она позволяет определиться с прогнозом и выбором начала терапии пациента. Пациента высокого риска со стойкой декомпенсацией кровообращения, стойкой дисфункции левого желудочка, жизнеукружающими аритмиями, рецидивирующими синкопальными состояниями, проводимость крайне тяжелой, зависит от проводимости с реальной ответы на проводимую терапию. И в группе высокого риска, конечно, будет показано проведение всех возможных методов диагностики, включая эндомиокардиальную биопсию. Диагноз нашей пациентки звучит следующим образом. Инфекционный миокардит, низкий риск, персистирующая фибрилляция, хроническая сердечная недостаточность второй бы стадии, с охраной фракцией выброса, сердечная астма, двусторонний гидроторок, ассид гидроперикар. В лечении данной пациентки стояли три задачи. Это купирование сердечной недостаточности по общим принципам лечения хронической сердечной недостаточности, лечения нарушений ритма регуляции ЧСС, профилактика тромбоэмболических ослаблений при фибрилляции председей. В динамике перед выпиской состояние большую и значительно улучшилось. Она очень хорошо откликнулась на стандартную терапию лечения ХСН. Уменьшилась слабость, одышка, нормализовались биохимические показатели. Положительная динамика отмечалась по эхокардиографии. Уменьшились полости левого предсердия и правого предсердия. Снизилась степень регургитации на метральный клапан. Фракция выброса возросла даже до 69%. По УЗИ оставалось небольшое количество жидкости. Справа, слева, справа не определялась, слева в незначительном количестве. И минимальные осы. В 2018 году при обследовании пациентки ОКГ, ритм синусовый, одиночные желудочковые экстрасистолы, патология в лабораторных анализах крови и биохимии не выявлено, по эхокардиографии, дилетации полости сердца не выявлено, фракция выброса 70%, регургитации на метральный и трукопедальный клапан не выявлено, признаков ацитра гидроторакса нет, по холтеровскому мониторированию ритм синусовый, периодически персистируют фибрилляции предсердий, одиночные, групповые, наджелудочковые, экстрасистолы. Факторы, влияющие на исход заболевания, это этиология, гистологическая картина эндомиокардиальной биопсии с определением уровня кардиальных антител и гистохимического исследования биоптата, выраженность, нарушение кровообращения, при хронизации воспалительного процесса, персистенции вируса в миокарде у каждого пятого развивается дилетационная кардиомиопатия. Факторы неблагоприятного прогноза гигантоклеточной и зинофильной миокардиты, саркоидоз сердца, стойкие, угрожающие нарушение ритма, расширение комплекса QRS больше 0,12 миллисекунд, синкопальные состояния, прогрессия симптомов сердечно-недостаточности, стойкость снижения систолического артериального давления и прогрессирование легочной гипертензии. Более подробно вы можете ознакомиться с клиникой и диагностикой миокардита по клиническим рекомендациям 2020 года, представленной здесь. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok